всем привет друзья приветствую вас всех у себя на канале и сегодня снова с вами вы со мной и сегодня есть интересная история интересная история из жизни моей семьи я семье практически никогда не говорила такого ничего вернее из из жизни моего папы мой папа родился в житомирской области барановский район село явно 30 октября 1937 года мой папа был шестым ребенком в семье но у бабушки оказывается было два мужа так как старше четверо детей носят одну фамилию а мой папа и его старший брат который на год старше папы дядя гриша его звать носят другую фамилию бабушка также на этой фамилии была начинаю сначала потому что но чтобы вы поняли весь процесс что я о чем говорю папа значит 37 года дядя гриша 36 но число и дату рождения я не знаю но может быть я знала ребята это прошло много лет уже понимаете и мне все не дает покоя ну покоя вот это мысли что я хочу найти своего родного дядю его детей которые у него есть так как папа мой мечтал об этом ну начну по порядку начну по порядку бабушка моя родила последних этих сыновей дядю гришу и моего папу уже за 40 и было папа тридцать седьмого года а бабушка 1800 там какого-то ну сейчас объясню почему я так ну считаю знаю она умерла у нас тысяча девятьсот семьдесят восьмом году ей было восемьдесят пять лет получается ну старшая дочь тоже практически родила в одно время тетя юля с бабушкой бабушка рожала моего отца она рожала старшего сына ивана который является мне двоюродным братом представьте когда началась великая отечественная война и папа мой дядя гриша были еще очень маленькими детьми там четыре года пять получается дедушка погиб пришла похоронка погиб на при переправе днепра всего больше никаких известий нету я находила там его и списках сейчас уже есть книги памяти и все такое ну что дети росли у бабушки старшие женились выходили замуж там у папы старший брат один самый старший и три старших сестры и и старшие они ну как довольно на большой ну как период времени на как на много лет получается старшая сестра лет на двадцать старше папы а те тоже там семнадцать пятнадцать вот так вот дети росли уезжали кто куда кто выходил замуж кто в армию ну вот пришла пора уйти в армию папыному именно родному брату по отцу и по матери и так он ушел в армию ушел он в армию служил он челябинске челябинск по моему или тринадцать или пятнадцать ну прошли годы я это собрала по крупицам из своей памяти все понимаете и все ребята больше он домой не вернулся он остался на сверхсрочную службу в этом челябинске закрытый город туда поехать нереально ты ну сейчас не знаю если закрыты военные города раньше были и мой дядя служил в таком городе и пока мой папа был жив он его ни разу не видел после того как он ушел в армию представьте раньше все работали дядя приехал туда в село в это ну к матери а папа на работе он не может приехать это очень далеко тоже когда папа отпуск того нету ну мы конечно знали о них знали о них бабушка там была он бабушке именно бабушке делал вызов может братьям сестрам нельзя было делать вызов ну вызвать к себе в гости а родителей наверное можно потому что бабушка была там ну может быть и раз или два он давал вызов бабушка ездила что я знаю о нем я знаю то что у него двое детей сын саша и дочка оля но это за тех детей что знаю и они естественно старше меня почему потому что дядя остался на сверхсрочную службу был там прапорщиком потом не знаю учился еще дальше на военного и сразу он как-то женился а папа мой женился в 26 лет я родилась у папы 30 лет ему было а брат родился когда папе было 27 лет а те твою родные получается ну лет на пять на шесть меня старше точно вот так вот и знаете уже нет папы моего давно папа мой погиб вернее он утонул когда мне было 17 лет я вот эти все сведения помню это все во мне сидит понимаете потому что он всегда хотел найти своего брата встретиться со своим братом и вот вот это во мне все сидит понимаете хочется их найти не для того там чтоб поехать прям к ним нет нет не для того мне ничего не надо у меня все есть я живу как живу обычной жизнью не хуже других ну какие ну живу достойной жизнью у меня насыщенная жизнь всяких дел полно у меня там разных и общественных и таких ну живет ключом и все по голове получается получается но знаете но у меня все равно эта мысль меня не отпускает как сложилась жизнь у моего дяди как сложилась жизнь у моих двоюродных у саши и оли что они там как где они живут чем занимаются ну хочется узнать за детей за внуков уже думаю они у них есть ну по возрасту есть может быть дядя еще жив хочется исполнить папы на мечту потому что те да те родные были ну только по матери а это именно кровный по отцу и по матери и зовут его райковский григорий леонидович ну возможно и георгий вот знаете крутится у меня в памяти мне кажется папа говорил ну они называли его гришка гриша а мне каза папа говорил что он георгий ну или григорий или георгий все мои попытки я ищу их давно как только повелся интернет по одноклассникам кругом все мои попытки не увенчались успехом с такой фамилией людей на севере там ну на урале много народу оказывается много но рассказал свою историю никто не подтвердил мне что является сыном моего дяди я и мужчину встречала с таким именем рейковский александр я писала ему кто писал что нет кто не писал вообще блокировал думать может мошенники какие-то ну сейчас знаете время такое но затем не дает все равно покоя мысль узнать узнать просто как сложилась жизнь у близких мне родственников потому что за каждого с папиной семьи более-менее я знаю кто где что где живут хотя когда все плотно общались с нами все плотно но когда умер папа как-то общение прекратилось общались из-за папы получается ну а мы им даром не надо ну и сейчас я вот и сейчас в четырнадцатом году в десятом я их понаходила нормально общались все знаю знаю почти все и о многих родственниках с папы на стороны потому что их там же куча у каждого из папы на их сестер есть дети там внуки и у брата два сына есть а тех все известно кто чем дышит кто что вот только остались вот эти вот по маминой линии у мамы была лишь одна сестра и с этими двоюродными с двумя братьями и сестрой я не расставалась никогда и вообще никогда братья живут у меня двоюродные в волгодонской ростовской области сестра живет нашем городе и она мне ну она мне и моему брату она родная потому что она с нами выросла она выросла в бабушке тут жила не захотела с мамой уезжать туда она уже была большая я останусь здесь и поэтому мы росли вместе вот такая вот история предположительно мой дядя служил и жил там челябинский номер по-моему или 13 или 15 челябинск 15 ну я уже подзабыла но я поискала по номерам это предположительно город троицк челябинской области знаете наверное как зуб крови что ли казалось бы что тебе не хватает ну знаешь и знаешь и живи с этим знанием дальше но память о папе я папу своего очень любила папа любил нас но любил меня вообще хочется исполнить его желание и свое желание есть знаете как кровь людская не водится да все равно за кровью тянет тянет прямо узнать я о них думаю постоянно если может быть с этого города кто-то смотрит может быть кто-то служил с моим дядей там может быть где-то жили может пересекались с дядей или с моим братом и сестрой и возможно просто знакома эта фамилия я прошу открикнуться мне ничего не надо я не на что не претендую как бы просто знать что у них все хорошо что они живы здоровы и просто конечно увидеть хотя бы через интернет потому что это очень далеко естественно речь не идет о поездках пока что никаких а просто просто как бы знать обо всех и не знать вот именно об этой веточке своей семьи тоже как бы ну это меня беспокоит скажем так это у меня крутится постоянно в голове и поэтому я хотела с вами поделиться на эту тему сейчас ну вот вроде и все что я хотела об этом сегодня рассказать спасибо за внимание спасибо ребята что были со мной всем ребята пока спасибо 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 спасибо